Это итоговый выпуск программы День с толком. Меня зовут Ирина Корчегина. Здравствуйте. Вместе с моими коллегами расскажем, чем запомнилась эта неделя. А на этой неделе жители края много говорили о яйцах. В Новый год на полках российских магазинов должны появиться куриные яйца из Турции, ввезенные без импортной пошлины. Эти поставки должны скорректировать цены на продукт внутри страны, так полагает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. И это будут не единственные иностранные яйца, которые увидят россияне этой зимой. Еще быстрее, чем турецкие, должны завести азербайджанские яйца. Географию поставок расширили после того, как проблему резкого подорожания яиц озвучили во время прямой линии Владимира Путина. В Алтайском крае и вовсе столкнулись с пустыми полками. В ноябре этот продукт стоил на 15% больше, чем в октябре, и на 36% больше, чем в январе. Такие данные предоставил Росстат. Тогда президент назвал причиной этому сбой в работе правительства. Меры последовали незамедлительно. С 1 января по 31 июня следующего года импортные куриные яйца будут освобождены от пошлины. Из-за границы намерены ввести 1,2 млрд штук. В Минсельхозе рассчитывают на понижение цен на яйца в течение месяца. Добавим, что в Алтайском крае яйца производят 4 птицефабрики. По итогам года их общий объем составит больше миллиарда штук, что на 29 млрд больше, чем годом ранее. Грустная новость, которая шокировала всех – и жителей Алтайского края, и весь шоу-бизнес. На этой неделе умер знаменитый алтайский пухляш, уроженец Заринска Дмитрий Красилов. Он скачался в Москве в своей квартире. Дмитрию было всего 29 лет. Пока все догадки о причинах его смерти являются предположительными. Жителям края и зрителям страны он запомнился ярким артистом. Впервые его увидели на шоу-танце, где вок в исполнении обаятельного и нестандартного танцора привлек внимание жюри и зала. Знаменитым парень проснулся после участия в завирусившемся музыкальном клипе и даже собирался в составе группы выступить на Евровидении. В последние годы артист активно участвовал в шоу, был ведущим программы о путешествиях, много снимался, работал, танцевал и был народным любимцем. Все, кто его знал, отмечают жизнерадостность и щедрость Дмитрия. Похороны Дмитрия Красилова прошли в пятницу на его малой родине в Заринске. К другой теме. Обновленные тарифы на коммунальные услуги, которые начнут действовать с июля 2024 года, утвердят в Алтайском крае в ближайшее время. Накануне в правительстве региона во время пресс-конференции сотрудники профильного управления постарались разъяснить, почему и насколько изменится сумма в платежках жителей. Тему продолжит Елена Макаренко. Полтора года передышки и вот снова нас ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Правда, начисления по ним начнутся с июля следующего года. Указ об их повышении губернатор подписал еще 14 декабря. Как только документ опубликуют, тарифы можно считать утвержденными. С июля 2024 года они вырастут на максимально возможный процент повсеместно по краю. Рост итоговых затрат на оплату всего набора используемых коммунальных услуг для каждого жителя увеличится не более чем на 14,2%. Но, еще раз, в то же время, возвращаясь к первому ограничению, в среднем по краю рост платежки, рост платы граждан составит не более 9,3%. Зампред правительства региона поясняет, максимально допустимый рост платы для всех муниципалитетов одинаковый – 14,2%. Цифра принята для единообразия и с учетом реальной и будущей инфляции, чтобы не пострадали компании-ресурсопоставщики. Он начинает действовать с 1 июля, он начинает действовать всего лишь полгода в году. 9,3% размазываются на 4,65%. Это ниже инфляции. Мы тем самым с вами загоняем наши ресурсоснабжающие организации потом. Мы не даем им возможности развиваться, мы им даже не даем восполнить уровень инфляции. Это тоже надо учитывать. Предельный рост единый, но итоговые суммы за коммуналку даже в пределах одного муниципалитета могут разниться. И это как раз во многом зависит от ресурсопоставщиков. К примеру, семья из трех человек с квартирой площадью в 54 квадратных метра в Новоалтайске, которую отоплением обеспечивают новоалтайские тепловые сети, следующей зимой за услугу будет ежемесячно платить в среднем на 1000 рублей больше. По СГК предварительные цифры следующие. Сколько в среднем вырастет в зимний месяц? За отопление в зимний месяц на 650 рублей. Ну, 650-700 рублей. Ну, это только отопление, да. На горячую воду примерно на 200 рублей. Ощутимее всего ударит по карману самая дорогая услуга – отопление. Тариф на него вырастет в среднем сразу на 5,4%. А в общей сложности, по подсчетам специалистов, барнаульская семья из трех человек с квартирой площадью в среднем в 50 квадратов отдаст на 1200 рублей больше. Насколько это приемлемо для большинства? Некоторые комментаторы в соцсетях обновленные тарифы уже прозвали как билет в бедность. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Достигли дна и должны оттолкнуться. Так министр здравоохранения края Дмитрий Попов прокомментировал кадровую ситуацию в сфере. И озвучил цифры. За 2023 год удалось привлечь в медицину региона 80 врачей. А число медсестер персонала стало сокращаться медленнее. Нехватка специалистов высшего и среднего звена стала одной из главных тем итоговой встречи Попова с журналистами на этой неделе. Какие еще вопросы обсудил министр? Смотрите далее. Хорошая и плохая новость от Дмитрия Попова. Первая – регион вернулся к доковидным темпам смертности, снизив показатели. Плохая – рожать мы тоже стали меньше. 16 тысяч детей за год. Вдвое меньше, чем на пике рождаемости. Сегодня уже по итогам 11 месяцев родилось на 700 детей меньше, более чем на 700 детей меньше, нежели чем в 2022 году. И это сказывается серьезным образом, сказывается на организацию медицинской помощи, маршрутизацию беременных женщин по группам риска. Это влияет и на сокращение количества родильных отделений, и на последующее распределение специалистов по муниципальным больницам и поликлиникам. Министр привел статистику – население 34 районов края меньше 20 тысяч человек, 10 районов меньше 10 тысяч. Нормативы на численность одной ставки считаются на узкого специалиста на 20 тысяч населения. И будет ли он на 0,75 ставки работать, или будет ли он по совместительству другие специальности совмещать. В связи с этим обучаем по смежным специальностям, в первую очередь терапевтов, педиатров, хирургов, акушеров, гинекологов. Осложняя ситуацию – физическая нехватка специалистов. Сейчас в краю нужны полторы тысячи врачей и три тысячи средних медработников. В Минздраве надеются, что кадровое падение должно остановиться. Число медсестер стало сокращаться медленнее, а врачей за год стало больше на 80 специалистов. При влечении у кадров способствуют меры поддержки, признался министр. И сказал, что в 2024-м увеличат набор в среднем медучреждения на сотню человек. Оборудование более чем на 500 миллионов – это федеральный бюджет, и 640 миллионов рублей – это краевой бюджет. В этом году все закупки у нас осуществлены. В срок поставлено оборудование – это и лучевое оборудование в части рентгенаппаратов, флюорографов, маммографов. Соответственно, введено все в эксплуатацию. Также в 2023-м построили новую поликлинику в Алтайском районе, инфекционное отделение в Павловском, врачебную амбулаторию в Ганьбе. В следующем году власти намерены ввести в Барнауле 14-ю поликлинику и построить подразделение 9-й. Возвести медучреждения в Зональном и Смоленском районах и начать стройку межрайонных поликлиник в Камни-на-Аби и Алейске. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. И в продолжение медицинской темы. С начала зимы в ожоговое отделение Третьей горбольницы Барнаула поступило уже 44 пациента с обморожениями. Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В ближайшее время медики готовятся к приему большего количества человек. Приближаются праздники, люди употребляют алкоголь, превышая меру. Нередко эти истории заканчиваются обмороженными или ампутированными конечностями или вообще смертью. Одного пациента из 44 принятых в этом году спасти не удалось. Как не пропустить нужный момент, когда уже нужно обращаться к врачам? Смотрите далее. Первое, на что необходимо обращать внимание, здесь это те открытые участки тела, которые у нас были. То есть в основном страдают, конечно, кисти, стопы. Нарушение чувствительности, анемию кожных покровов, где-то ограничение чувствительности вследствие отека, болезненности. Как правило, при длительном нахождении на холоде, при глубоких уже отморожениях, чувствительности, плюс еще употребление алкогольных напитков, накладывающихся отпечаток, что люди не всегда оценивают тяжесть того состояния, которое у них есть. И по оказанию той первой помощи пострадавшим, как правило, она оказывается неправильной. Здесь на что необходимо обратить внимание. То есть первое, ни в коем случае нельзя пытаться согреть поврежденную конечность. То есть это под горячую воду руку засунуть или там залезть в горячую ванну. Первое, что необходимо пострадавшего, эвакуировать теплое помещение. Вот, если, соответственно, на нем мокрая одежда, эту одежду необходимо снять. Как я сказал, не пытаться согреть. Здесь необходимо знать первое, то, что согревание должно быть постепенным, с одновременным восстановлением кровотока той поврежденной конечности. То есть необходимо здесь наложить ватномарливые повязки, то есть где-то шарфы, то есть еще какая-то ткань, которая есть, куртки, там еще что-то. Вот, и обратиться в специализированное лечебное учреждение. Далеко не все жители Алтайского края привыкли к новым правилам отпуска препаратов, которые действуют с 1 сентября этого года. Ведь то, что раньше спокойно продавали в аптеках, вдруг стало выдаваться исключительно по рецептам. Мой коллега Данил Кузнецов в своем материале расскажет, для чего вообще нужны новые правила, что ждет фармацевтов, которые все же продадут рецептурный препарат. Смотрите. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, запекло, только побыстрее, тороплюсь очень. Быстро не получится, потому что в любом случае данные рецепты обязательно вносятся в чек. Так что придется подождать. К сожалению, теперь некоторые лекарственные препараты быстро не купить в связи с постановлением. Притом чек на такие рецептурные препараты создается отдельно после сентябрьского постановления. Отчасти из-за этого и увеличивается время ожидания в очереди. Однако это цветочки. Некоторые лекарства раньше можно было выпросить у фармацевта, несмотря на то, что они идут по рецепту. Есть несколько групп препаратов строгого учета. Психотропные, наркотические, противоопухолевые, антибиотики, гормоны и льготные лекарства. Самая популярная медицина из этого списка – тромадол, пригабалин, тропикамид. Сейчас купить их без бумажки от врача не получится ни при каком раскладе. Они находятся на определенном количественном учете. И по постановлению правительства с 1 сентября рецепты на данную категорию препаратов, данные рецептов – это серия рецепта, номер рецепта, дата, вносится в систему «Честный знак». То есть у нас так программа настроена, что мы не можем продать данный препарат, если не несем данные вот этого рецепта. Как нам сообщили в региональном Минздраве, на реальную доступность лекарств закон никак не повлиял. Подобная мера скорее техническая и необходима для нормализации алгоритмов фармацевтов. Теперь им не нужно лично отчитываться об отпущенных рецептурных препаратах. Притом, если работник аптеки нарушит постановление, то его ждет серьезный административный штраф. Безрецептурный отпуск к аптечными организациями лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, налагается административным штрафом на специалистов аптечных организаций в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификации на срок от 6 месяцев до 1 года. Если схитрить попробует покупатель с помощью ненастоящих данных на рецепте, то вполне возможно в аптеке начнется проверка. Ведь серия и номер могут совпасть с другими выписками от врачей. Мнения жителей Алтайского края касательно такой строгости к отпуску препаратов разделились. Ну это, наверное, правильно, по показаниям врачей нужно препараты какие-то покупать. Если врач назначил и выписал рецепт, значит нужно так и сделать. А если, допустим, просто так брать, что хочешь. Тут, знаете, концепция антибиотиков, которые сами себе назначают, сами себе отменяют, чего делать совершенно нельзя. В связи с тем, что сейчас нету талонов к врачам, не попасть к специалистам, приходится очень долго ждать рецепты, талоны и очень долго приходится лечиться. Если раньше можно было выздороветь за неделю, сейчас обходится 2-3 недели. Несмотря на то, что по становлению уже несколько месяцев, некоторые покупатели не могут привыкнуть к подобному нововведению. Таким единицам фармацевты предлагают похожие лекарства, но без рецепта. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, Дмитрий Денисов. День с толком. Трижды осуждена. На этой неделе в Центральном районном суде Барнаула в очередной раз судили Елену Воротникову. Она известна как заведующая элитным детским садом в Хэппи Бэби, в котором издевались над детьми. На этот раз Воротникову судили по трем составам преступления. Введение деятельности через подставное лицо, хищение и легализация имущества, заведомо добытого преступным путем. Речь идет как раз о помещении, в котором находился детский сад. О том, что на этой неделе состоится приговор, журналистам стало известно всего за пару часов до заседания. Поэтому наша съемочная группа на него не попала, но подробности узнать удалось. Суд назначил Воротниковой три года и шесть месяцев условно. Для этой женщины это уже не первый условный срок. Известно, что дело будут передавать в суд апелляционные инстанции, а если потребуется, то и в кассационный суд, чтобы добиться реального лишения свободы в Воротниковой. Также пока не определена судьба самого имущества на улице Приречной, где и находился детский сад, пока оно находится в аресте. Не исключено, что помещение все же вернут в доход государства. А мы обязательно продолжим следить за этой историей, в которой каждая серия интереснее другой. Продолжим. К концу этого года на дороге Края выйдет 39 единиц дорожной техники. В 2023 году регион получил еще 300 миллионов рублей на приобретение специальных машин. А пока в ежедневном режиме чистят трассы и посыпают их солью тысяч автомобилей. В Министерстве транспорта региона на этой неделе рассказали об итогах года и о планах на следующий сезон. Подробнее расскажет Анастасия Дороган. Полунда, ключи, камень на обиль. То есть вся северо-западная зона будет где-то в 16 часов туда придет у нас метель. Экран погоды и камеры с дорожных участков. Какие дороги Края открыты для движения решается в этом кабинете. Если наступает действительно критический момент, мы выставляем на сайт информацию о закрытии автомобильной дороги. Время начала, то также мы информацию передаем в МЧС и информацию передаем в ГИБДД. Ежедневно на дорогах Края работает тысяча единиц техники. Скоро их станет на 39 больше. В ближайший месяц Алтай накроют снегопады, бороться с которыми помогают жители. Участник заключил контракт с нашим БСУ. Он там живет, ферма получает средства, те, которые мы платим ему, и очищает, содержит дорогу. Такая история. История то, что нам помогают фермера, когда нормальная ситуация, она имеет место быть, но это нормально. Они бесплатно, она не делает. В 2023 году финансирование Краевого Минтранса составило 23 миллиарда рублей. Почти все средства реализованы. На федеральных трассах с повышенным риском аварий установят еще 50 комплексов фото-видеофиксации. За год ДТП в регионе стало меньше на 7%, а погибших на 20%. На самый безопасный вид транспорта – железную дорогу – в этом году выделили 4,5 миллиардов рублей инвестиций. Обновили 71 вагон, запустили 3 электропоезда. Сейчас в Барнауле ждут поставку 41 автобуса и запуска трамваев, чье оформление затянулось. В составе поставки были еще запасные части и то оборудование, которое необходимо для обслуживания новых трамваев. Для чего это делается? Единицы совершенно новые, они конструктивно, разительно отличаются от тех существующих. Учитывая, что партия сложная, трамваи не приобретались ни разу так же. Стоимость больше, более 700 миллионов, сами понимаете, наше внимание, чтобы никаких ошибок при этом не возникло. В Барнаульском аэропорту ожидают закрыть год с цифрой в 700 тысяч перевезенных пассажиров. Строительство нового терминала крайне актуально. Сегодня в активной фазе МСУ-1, достаточно надежный подрядчик, строит здание площадью 10 тысяч квадратных метров, что в два раза превышает действующие, которые 4,5 тысячи квадратных. Поэтому, надеемся, все идет четко по графику, с небольшим, скажем так, опережением. В Минтрансе рассказали и о внедрении системы умного транспорта в Барнауле. Сейчас для нее смонтировано 50 светофоров из 108. В будущем они смогут учитывать такие факторы, как погода, часы пик, работа коммунальщиков. Что касается программы безопасной и качественной дороги, в следующем году ее бюджет в краевой столице ожидается на уровне 1 миллиарда рублей. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Владимир Путин подписал закон о запрете телефонных в школах. Согласно изменениям, которые вносятся в закон об образовании, школьники не смогут пользоваться телефонами во время занятий. Исключение – экстренные случаи, когда жизнью и здоровью обучающихся что-то угрожает. Мы решили узнать, как к этому относятся барнаульцы. В школах хотят запретить телефоны на уроках. Как думаете, надо, не надо запрещать телефоны на уроках? Думаю, что надо. Почему? Отвлекает. Я думаю, что правильно. А почему? Почему? Ну, блин, это отвлекает. И потом привыкаешь к тому, что все в телефоне. И есть такая иллюзия мозга, что все, типа, ты все знаешь, но на самом деле ничего не знаешь. Отлично. Почему? Потому что они отвлекают детей. Надо маленько им ограничить это все, чтобы они не вникали там сильно. И запретить им там какие-нибудь контенты взрослые там. Поставить им ограничения на телефон обыкновенной детской. У меня у самой двое детей, которые телефоном пользуются, это отвлекает их от уроков. И они не слушают учителей, отвлекаются на какие-то чаты, заглядывают, где-то залазят в телефон, слушают музыку, могут наушники. То есть это отвлекает от учебы? Конечно, это падает знания, и поэтому иногда дети, например, приходят домой и не слышат то, что рассказывал учитель. На этой неделе стало известно, что власти Барнаула приняли решение отказаться в этом году от праздничных салютов на Новый год вслед за другими городами страны. О таком решении сообщила мэрия Барнаула. Как стало известно ранее, в других регионах фейерверки отменили, чтобы сэкономить бюджетные деньги и направить их на помощь участникам СВО, купить их детям подарки. К другой теме. На 500 рублей дороже обойдется новогодний стол на четверых человек в этом году. К такой статистике пришел РУСПРОДСОЮЗ. Больше всего инфляция в этом году коснулась яиц, курицы и мандаринов. Наша съемочная группа решила убедиться в цифрах и закупить самый необходимый минимум для праздника. Как это было, смотрите в сюжете Данила Кузнецова. Согласно данным РУСПРОДСОЮЗа, новогодний стол в 2023 подорожал более чем на 9%. То есть на четверых эта сумма составит 5,5 тысяч. Проверим, действительно ли это так. Главный салат праздничного стола, Оливье, в этом году подорожал примерно на 8%. И теперь цена на 4 порции составляется 523 рубля. Это на 37 рублей дороже, чем в 2022. Основная причина, это, конечно же, яйца, которые в нынешних условиях стоят больше 100 рублей. Парадоксально, но согласно всероссийской статистике, майонез, который делается из яиц, подешевел. Хоть и незначительно, на пару рублей. Еще немного цена упала на картофель и сливочное масло. А вот стоимость горошкой колбасы осталась примерно на том же уровне. Колбасы выбор большой. В среднем она начинается, конечно, от 200 рублей. Притом, ну, конечно, сырокопченая чуть побольше. Ну, сгодится и такая. Если вместо колбасы в оливье положить мясо, то можно разориться. Килограмм говядины обойдется примерно в 5 сотен. За свинину и курицу придется отдать в среднем 350 и 250 рублей. В отличие от оливье, мандарины подорожали на 25% по всей России. Сейчас килограмм в среднем стоит 164 рубля. Берем, куда деваться. Ну, и какой стол без шампанского? Его стоимость по всей России выросла приблизительно на 6%. С шоколадом и сладостями в целом ситуация тоже непростая. Они в декабре подорожали более чем на 16%. Связано это, конечно же, в первую очередь с ростом цен на сырье. Именно на сладком жители Алтайского края стараются сэкономить, согласно проведенному нами опросу. От чего готовы отказаться на новогоднем столе? Ну, как сказать, от чего? От сладкого хочу отказаться, но не могу. Мясо тоже нужно как-то маленько. Ну, в основном. Салаты? Салаты тоже самое. Всего помаленьку. Меньше надо кушать. Тортика, наверное, не будет, но будет имбирное печенье, так как это новогоднее, рождественское. А вот что действительно подешевело, так это красная икра. Килограмм стоек меньше 6000 рублей. Такой цены на деликатес не было с 2022 года. Так что, пожалуй, возьму две баночки. В общей сложности вся корзина с неполным новогодним набором обошлась нам больше, чем в 2000. Однако она рассчитана скорее на двух людей. Притом множество мелочей не докуплено. На них как минимум уйдет еще тысяча, а то и более. Ведь чем ближе значимая дата, тем выше цены на некоторые продукты. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. К теме нового года, до которого остается чуть больше недели, мы сегодня еще обязательно вернемся и узнаем, во сколько обойдется живая елка и где ее можно купить. Продолжим. Вместо оврага амфитеатр, вместо заброшенного пустыря шикарная зеленая зона. Архитекторы и активисты выбрали лучшие эскизы проекта будущего парка 300-летия Барнаула. Новое пространство может появиться уже через несколько лет на месте пустыря за торговым центром Европы. Подробнее в материале Валентина Аскеровой. Допустим, кто-то делает зону фудкортов, где-то вот здесь. Соответственно, должны быть коммуникации, подвоз продуктов. А здесь дороги нет. То есть, тоже не совсем продумано. Здесь, в этом проекте, это все учли. Коммуникации, разнообразная зеленая зона, фонтаны, правильно расположенная площадка для выгула собак. Архитекторы и активисты при выборе лучшего эскиза будущего парка в индустриальном районе оценивали комплексный подход и дали зеленый свет наиболее оригинальным и жизнеспособным работам. Профессионалов зацепила идея использовать глубокий овраг, а не равнять его с землей. У многих есть идея использовать сложившийся рельеф, использовать перепад уровней земли, чтобы создать какие-то многоуровневые такие пешеходные развязки. Это интересная идея, она технически совершенно воплотима. Единственное, что, конечно, надо будет укрепить религиев, укрепить грунт. В конкурсе на лучший облик будущего парка участвовали студенты Алтайского института культуры. Молодежь представила 12 эскизов. Три попали в самое сердце архитекторов и общественников. Один из трех сложно воплотим, но крайне интересен. Из нереального предлагали превратить парк в, скажем, общегородской музей всех городских достопримечательностей, экспонатов. Ну, то есть, как бы, все, какие были там в городе интересные, скажем, артефакты, да, там машина Ползунова, там первый паровоз или еще какие-то такие вещи. Была такая идея превратить этот парк в такой уличный музей, но это, как бы, слишком узконаправленная идея для общегородского парка, поэтому мы ее не отвергли, мы ее немножко подкорректировали. Как раз такой рода идеи, они позволяют и раскрыться молодым специалистам. И в то же время в таких работах, как правило, есть шикарные идеи, которые действительно необходимо будет воплощать в жизнь. Поэтому я уверен, что в каждом из этих проектов есть какое-то изюминка, есть зерно. Но в идеале нам, конечно, еще придется пройти много этапов общественного проектирования, но из них мы сможем сделать компиляцию и сделать то, что в итоге уже будет воплощено в практику и получится действительно востребовано общественное пространство. Лучшие работы студентов будут дорабатывать уже профессиональные архитекторы. Как только сформируется окончательный вариант, то его рекомендуют администрации города для дальнейшей реализации. А пока продолжается творческая работа, неравнодушные жители продолжают оберегать будущую зону отдыха. Оберегать территорию приходится силами горожан. Буквально было у нас несколько инцидентов. Сначала снегопадов привозили туда снег. Оперативно очень отреагировали. И вот, как мы вчера узнали, по итогам реагирования от населения администрация города, от индустриального района установила, загородила въезды на территорию. Это, конечно же, очень хорошо. И нас радует такое внимание со стороны администрации. По самым смелым ожиданиям, очертание нового пространства за Европой может появиться уже через несколько лет. В следующем году будет организовано голосование для включения территории в программу комфортной городской среды. Если жители проголосуют положительно, то в 2025 году появятся средства на облагораживание ныне заброшенной зоны. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле на один каток стало больше. Сегодня он официально открылся в парке Изумрудный на самом пруду. Покататься может любой желающий, даже со своими коньками. Наш корреспондент один из первых проехался на коньках по замерзшему пруду и готов рассказать все подробности. В далеком 1952 году в парке Изумрудный соорудили пруд. Он стал визитной карточкой этого парка и одно время здесь даже работал фонтан. Но после за водоемом мало кто следил. И после того, как три года назад началась реконструкция парка, водоем обновили. И теперь летом здесь катается на катамаранах и кормят рыбок, ну а зимой катается на коньках. В момент реконструкции парка многие спрашивали, будет ли зимой каток. В том году его залили в тестовом режиме, а уже в этом лед готов встречать посетителей. Допустимая толщина льда, который заливали около двух дней, для катания должна быть не менее 25 сантиметров. На этом пруду чуть больше 40. Готовы и удобства для посетителей. Пункт проката. Там порядка 100 пар коньков всех размеров, а также теплая раздевалка и кафе. Плюс мы параллельно постарались здесь создать атмосферу. То есть у нас сейчас иллюминация здесь добавляется, музыка играет, освещение сделано здесь также на катке. Поэтому, когда вот у нас тут все заработает, плюс еще в ближайшее время планируем поставить очаг с огнем, где можно будет погреться. Администрация парка позаботилась и о рыбках. Каток огородили до моста, а за ним, можно сказать, зимний дом для рыб. Для того, чтобы она сохранилась, мы в другой части пруда, за мостом, потому что мы специально планируем так, чтобы прудом можно было пользоваться частью пруда как катком, а вот за мостом там мы настоятельно рекомендуем на лед не выходить. Там у нас сделана полынья, стоит аэратор и насыщает воду кислородом для того, чтобы уже рыбы могли нормально перезимовать. Парковый каток – единственный централизованный каток на водоеме в Барнауле. И в этом, по словам администрации парка, заключается свой шарм. Некоторые барнаульцы уже опробовали лед и в социальных сетях уже появляются первые фотографии. Официальное открытие катка состоится в субботу, 23 декабря в 13.00. Гостей ждет развлекательная программа, показательные выступления спортсменов и фотосессия с четвероногими. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Хорошая новость. С сегодняшнего дня начал пребывать световой день. Накануне мы пережили самую длинную ночь. Темное время суток в Северном полушарии длилось 17 часов 11 минут. А уже 23 декабря световой день увеличивается на 38 секунд. А далее, каждые сутки, он будет прибавлять по несколько минут. Этот процесс продлится ровно 6 месяцев до дня летнего солнцестояния – 21 июня 2024 года. В Барнауле уже вовсю работают елочные базары. Около 50 торговых точек открылось по всему городу. Наш корреспондент Дмитрий Дроздов, который уже опробовал новый каток в Изумрудном, отправился на елочные базары, чтобы узнать, во сколько в этом году обойдется зеленая красавица. Пышность веток и сохранность дерева – вот на что сейчас обращают внимание покупатели елок в первую очередь, а потом уже на ее стоимость. Если хотя бы одна ветка сломается, то елка моментально теряется в цене. Например, вот такие елки будут стоить от 2 до 3 тысяч рублей. Ну а если елка пышнее и, соответственно, выше, то и цена, к сожалению, будет намного выше. Она будет разниться от 5 до 7 тысяч рублей. Но можно и шикануть, и самая большая елка в Барнауле стоит порядка 10 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом на нескольких точках цена за елку выросла в среднем на 500 рублей. А привозят зеленый символ Нового года зачастую из Горного Алтая, Черышского и Токульского районов. Елочные базары расположились во всех районах Барнаула. Так, в железнодорожном районе 6 точек, в Центральном 9, по 5 в Октябрьском и Ленинском. А самым богатым на елочные базары является индустриальный район 21 точка. Напоминаем, что покупать елку нужно только в легальных торговых точках, куда завозится деревья, выращенные в специальных питомниках. А если кто-то пожалел деньги и решил срубить дерево, то будьте готовы за это отвечать. На сегодняшний день у нас идет снижение по незаконным рубкам холодных молодников. В 2022 году было зафиксировано 5 фактов на 611 тысяч рублей. В этом году зафиксировано 2 факта на 158 тысяч рублей. Если стоимость одного новогоднего дерева будет превышать 5 тысяч рублей, ну ущерб сам, то наступает уголовная ответственность. Там может как судья вынести как штраф, так и меру пресечения избирать. А еще люди выбирают не живые елки, а искусственные. Сейчас это тоже очень сильно популярно. Вот, например, у меня дома стоит тоже елка искусственная. И давайте узнаем у моего оператора Андрея, какая елка стоит у него. Андрей, у тебя искусственная елка дома? Ну вот видите, у каждого свой выбор. Дмитрий Дроздов, Андрей Печеркин. День с толком. Что ж, на этом у меня все новости. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Я с вами прощаюсь. До следующей недели. Хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.